Варваре Тимофеевне Зинченко было всего 18, когда она освобождала Сталинград наравне с солдатами из действующей 51-й армии. Зима тогда выдалась лютая, стояли трескучие морозы, минус 43 градуса. Такое не забудешь, говорит женщина. Теперь она делится воспоминаниями с молодым поколением. Прошел слух, что немец, который оккупирует нашу страну, города, села и все прочее, он увозит в Германию, в товарные вагоны загоняет молодежь, мальчиков, девочек, и увозит в Германию, чтобы они там обслуживали своих хозяевов. Ну вот, и это так было. И я думаю, не дождется немец, чтобы я его обслуживала. Мы тоже знаем о войне, мы помним о всех героях. Меня больше всего поразил подвиг такого известного достаточно героя. Он взял две бутылки с горючей смесью, один танк пробил эту бутылку, и она попала на него. Он весь горел, но однако же он не испугался, он бросил вторую бутылку в танк, который потом взорвался. Дети оказались благодарными слушателями. Многие ребята принимают участие в движении помощи ветеранам всех войн. Школьники помогают старикам и инвалидам, покупают продукты, прибирают в квартирах и просто общаются с теми, кому порой поговорить не с кем. Им нужна поддержка, на ними нужно ухаживать, навещать их иногда, читать письма, которые им приходят, помогать им сформулировать ответы. Читаем детям о войне. Эта акция с успехом проводится с 2010 года. В ней приняли участие уже больше 120 тысяч школьников из России, Белоруссии, Казахстана и Канады. Ребята знакомятся с ветеранами, слушают их воспоминания и художественные произведения о событиях Великой Отечественной войны. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.